Здравствуйте! Вас приветствую дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Александра Худякова. Мы уже привыкли к тому, что некоторые пермики за нас нет-нет, да подежурят. На этот раз Юлия Харина прогулялась по берегу Камы в Закамске и сняла вот такую красоту. Камы в Закамске Обычно мы стараемся не приближаться к фасадам домов, когда у них, например, балконы аварийные или же сосульки с крыши свисают. Тем временем к дому номер 58А по улице 1-й Красноармейской мы не подходим близко только потому, что боимся, как бы нам кондиционер на голову не свалился. Состояние у него крайне критическое. Но тут вариантов, собственно, немного. Либо нужно выставить предупредительные знаки, либо кондиционер демонтировать, либо его отремонтировать. Практически каждый день наша съемочная группа находит в Пюльме такие места, где нам становится гораздо теплее, чем в других остальных. На этот раз мы на улице Соловьева, где на протяжении длительного времени на трубах теплотрассы практически нет изоляции. В воздух уходит не только тепло, но и деньги местных жителей. Ведь у них в квартирах батареи наверняка не такие горячие, какими могли бы быть, если бы теплотрассу привели в порядок. Но все, на этой теплотрассе снег сейчас не растопишь. Трубы полностью изолированы. Причем коммунальщики подошли к делу серьезно, обмотали их капитально. Хотелось бы надеяться, что на долгие годы. Казалось бы, у меня за спиной сугробы, сугробы. На самом же деле, среди снегов затаилась опасная ловушка. Открытый колодец. Здесь, рядом с домом номер 11-я, по улице братьев Вагановых. Тротуара, как такового, нет. Народ ходит по кромке вдоль проезжей части. А колодец сразу и не увидишь. И не дай бог, кто-нибудь поскользнется и в эту ловушку угодит. Коварную, между прочим, ловушку. Глубиной в несколько метров. Как ни странно, на дворе еще зима, а в Перми уже начали демонтировать снежно-ледовые городки. К примеру, здесь, в сквере Розалия землячка. Еще вчера стояли елка, горки, а сегодня пусто. Лишь маленькие веточки напоминают о том, что еще недавно здесь была зеленая красавица. Но расстраиваться сильно не будем. В Перми есть еще много мест, где можно отлично провести выходные. Чего мы вам и желаем. И на этом заканчивает свою работу наша дежурная бригада. Тем временем информационно-справочная служба продолжает трудиться в круглосуточном режиме. Так что, если вдруг прямо на ваших глазах произойдет что-нибудь необычное, интересное или забавное, тут же звоните по телефону 2-600-3300 и передавайте свои сообщения. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.